друзья всем огромный при огромный привет поехал я бы миграшку продлеваться первый раз вообще я первый раз беру длинную визу такую 90 дней когда после 60 надо продлевать еще на 30 дней раньше я обычно приезжал на 30 дней потом выезжал другие соседние страны ну например сингапур малайзии для того чтобы еще немножко попутешествовать 35 4 сейчас 36 0 сейчас 36 4 35 2 в общем беспокоюсь я за свое здоровье каждый раз в течение одной минуты показывает разное значение температуры тела ну все поехал я вот приехал я в миграшку продлеваться с полным пакетом документов надеюсь что сегодня все сделаю народу видимо много там не пускают на улице с утра жарко стою тут вот тенечек буду искать продлил визу на месяц теперь можно смело еще отдыхать передвигаться работать удаленно и для вас снимать видео видеоматериал но вы надеюсь помните что год назад началась пандемия всплеск коронавируса во всем мире и теперь есть возможность после того как закончится туристическая виза продлевать эту визу так называемую к видную взял сразу все бланки на всякий случай вдруг будет какая-то к видная вспышка и так далее надо несколько документов заполнить и через месяц подойти и получить к видные продлини на два месяца и так постоянно получает продление очень многие туристы которые остались здесь еще с прошлой даже зимовки а кто сейчас заезжает на по новой визе тоже могут также таким же образом продлеваться мне трогать шарики вы же знаете я люблю трогать все давайте мы осуществим запрет вот это реальная перезагрузка моря я остановился специально чтобы вам показать обратите внимание я не знаю камера сможет ли передать оттенки морской воды но по цвету прямо не знаю прямо как на картинках просто диву даешься какой цвет становится цвет воды в паттайе это я вот возле паттайя парк остановился напротив сейчас давайте сходим посмотрим работает ли паттайя парк а именно аквапарк паттайя парка он же был закрыт в ковидные времена водичка в бассейнах заполнена посмотрим что скажут hello you work every day walk every day mean robot ok i come back next time I went open half a year ago you close you open all the time ok very good а лайковит но нового нового кавит я я говорю учебы были закрыты все это время они говорят нет все это время были открыты я говорю что типа здесь нету кавида нету не на самом деле нет в таиланде к видачу говорить на 70 миллионов страны 30000 выявленных у нас в бурятии в меньше миллиона живет больше заболела к видам здесь вот работает можете прийти сюда с девяти до 18 00 каждый день а фами твэнки бат а мы бейсит он хандрит фа фа фами фами а если и в сит прикольная машинка совсем маленькая она мне будет наверное ниже груди как называется volkswagen где-то идет праздник жизни пойду посмотрю послушаю вон ребята скейт и катит скейта можно было на скейтах приехать какой-то скейт фестиваль видимо здесь можно получить прокат скейт и покататься но я этого делать не стану потому что я снимаю потаять чем прелестно тем что можно ехать ехать и оказаться на любом празднике и это даже в пандемию в общем он говорит я приветствую вас уважаемые друзья сегодня но в празднике паттайе мы хотим чтобы наш город развивался был краше и лучше чтобы туристы вернулись в таиланд и в наш город мы только этим живем и только на это надеемся мы сегодня проводим фестиваль без туристов из россии надеемся в следующий раз паттайя примет туристов из россии если вместе повеселимся в нашем городе вот такой вот перевод его речь внушает нам доверие в то что вернется вернется наш турист по даю и мы также будем дружно вместе зимовать отдыхать веселиться и встречаться в общем пришел я из бикси в центровую марину попал я какую-то курятню не клюи вмене хорошая как кошечка мягонькая как кошечка окошечка давай посмотрим сюда смотрите какие голуби интересные голубь дастся потрогать давай 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 это первый голубь в мире которого я погладил добровольно причем он добровольно дал погладить себя ручные голуби у нас они дома то все напуганные и сюда не хотят а вот этот голод он хороший потому что он дает себе гладить так а это что такое тоже даст погладить а это не живое какая хорошенькая собачка ну милая собака это женщина смеется за мной видимо очень смешно и забавно выглядит забота большого человека да и судах хорошенький я слишком я сильно не разбираюсь в породах лошадей и кошек и собак вот вот это какая-то скомканная вся некоторые люди бывают похожи на такую собаку ну ты чё ты хочешь есть мою камеру хитрый какой песик а ну-ка ты на кого же ты похожа на кого-то похожи турины и ношу похож турина лисенка похож а вы тут значит один живете ну жалко вас ребята что-то вас в клетках держит вот такие унылые ой такие милые собачки ты это смотри-ка не задави каевали валют это все-все брейк дружить дружить но видишь тяненька с интересной камеры с абсолютно белоснежный тут правда свет такой желтенький но вот реально белоснежный правильно правильно на свободу надо перегрызая эту клетку а тебя почему одного ты держишь ты же с ними должен быть вместе это несправедливо ребята вы всех на волю или всех в одну клеточку скучно ты один да но ничего надеюсь после выставки вас пускают в более крупное замкнутое пространство я в прошлом году подобную выставку видел фестиваль центре там тоже были все эти хомячки вы думаете я нахожусь на кроличьей ферме отнюдь отнюдь я нахожусь в терминале 21 прибываю в аэропорт парижа а в париже мы видим кролики кролики больших количествах кролики бегают скорее всего они здесь размножаются мы посмотрим за процессами жизнедеятельности надеюсь они здесь какие хорошенькие дети балуются хеллоу мистер потому что вы же помните да что кролики это не только ценный мех но 3-4 килограмма диетического а здесь совсем малюсенькие кролики написано по-китайски не знаю это может быть китайский кролик интересно можно будет его так потрогать схватить его нет ну-ка иди-ка сюда смотрите кроличонок выяснилось что я любитель кролиководства наверное еще посижу здесь по понежу их маленьких таких маленьких и няшных смотрите как они здорово кушают а там видите один пьет по моему он пьет фанту что ли и кролики забегали ох началась гонка играет радуется я тут на кроликов сконцентрировал внимание а тут оказывается какие-то ну-ка давай тебя где у тебя голова где у тебя хвост а ты кто вообще а эти в клетке это видимо хищный ой какой кролик милый хомячочек в ракушечке мышки мышками да на задних лапках ну-ка дрессированный хомячок от пятнистый на горбачева похож больше половины на горбачева похоже на какой-то флаг похож черный белый коричневый какой-то страны наверное хомяк бунтарь пассионарий у всех стадное чувство всех кормят все готовы за еду пойду еще посмотрю какие звери водятся кроме куриц хомячков собачек он там кто то есть поросятки мои поросяточки и точечки мои пятачечки свининка подрастает для кафе какого-нибудь ближайшего эти спят вот интересно да корова рождается с рогами с копытами а человек ее настолько одомашнил что она забыла свои функции защищаться сражаться своими рогами и сразу рождается мясом и молоком она это понимает уже такое ощущение как будто на стадии рождения генетика да у нас были кроличьи шапки вот такие же серые точно не крашеный по моему белых по моему не было 5 тебе за ушко потиску на тебе за ушку потиску 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 хорошенький такой вот таких хорошеньких не потискать за ухо у тебя такой разноцветное это ухо здесь специально продают молоко морковь того из лет это капуста какая она тут растет и по всей видимости ею же потом кормят посетители животных идем дальше так товарищи все нормально у вас никаких жалоб нету в общем если что обращайтесь миниатюрная лошадь посмотрите какие интересные лошади давай иди сюда поглажу тебя голову вас просунул да такой хороший лошаденок их тут всего два на четыре квадратных метров это по моему немножко такой по агрессивнее будет попробуем вот да 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 агрессивный сразу видно степной человек разбирается в лошадях разноцветные рыбки которые тоже скорее всего являются частью этой выставки красивенькие правда красивые очень яркие живые динамичные ну правда водоемчик до них очень маленький для такого количества рыб до ну хорошо мило выставка такая скромная выставка собирает много народу здесь продают растительность для корма животных вот люди покупают кормят и заботятся за стеллажом с собаками есть стеллаж с игрушками там можно купить тоже в поддержку этих животных я правда не понимаю в чем смысл поддержки этих животных если они сами этих животных видите написано помогите животным сами этих животных содержат в клетке чем хороша потая то что едешь ты и внезапно можешь остановиться возле торгового центра посмотреть как катаются скейтбордисты посмотреть на домашних животных на хомячков на лошадей на на свиней но вода с другого конца торгового центра идет конкурс по раскраске белых яиц и превращение их в разные персонажи ну все друзья на этом завершается мой день а с вами я прощаюсь не прощаясь все до новых встреч пока